Ничто не забыто. В Казанском федеральном университете продолжаются работы по расшифровке стен газет снежного десанта 70-80-х годов, содержащие уникальные материалы исторического и художественного плана. По словам работников музея, на данный момент уже обработано более 25 стен газет. 29 волонтеров трудятся над изучением, расшифровкой и последующей оцифровкой материалов. Почти все волонтеры так или иначе связаны с КФУ. Студенты, выпускники и преподаватели. Теперь же к работам подключились и представители музейного сообщества республики. Были несколько человек вне университета. Они пожелали остаться анонимными, но они связаны с музейной сферой уже. Это сотрудники других музеев. Снежный десант – это студенческий поисковый отряд Казанского федерального университета. В 2020 году ему исполнилось 52 года. Основная цель отряда – увековечение памяти о погибших в году Великой Отечественной войны. Его бойцы ищут погибших и пропавших без вести солдат и командиров Красной Армии на местах боев. Устанавливают их имена, проводят захоронения с отданием почестей. В наших социальных сетях и на сайте университета мы разместили информацию о том, что нам требуются волонтеры для оцифровки газет, поскольку это было возможно делать и дистанционно, не без очных встреч. Очень удачно мы смогли это сделать в течение этого лета. К слову, помимо расшифровок стен газет снежного десанта, волонтеры трудятся еще над расшифровкой писем фронтовиков, которые также находятся в местах боев. По словам экспертов, расшифровка и оцифровка писем – процесс намного более сложный. Это более сложная работа, поскольку на стен газетах имелся печатный материал, а уже фронтовые письма все написаны от руки, и не всегда почерк разборчив. Ценность фронтовых писем не нуждается в какой-либо комментарии, оценке, это безусловно. Работы еще не завершены, впереди еще много часов кропотливой работы над расшифровкой. Однако, как показывает практика, подобный труд помогает лучше понять, как жили люди в те времена и что им пришлось преодолеть. Лев Диденко, Вилета Басова, Универ Ньюс.